Тростевая кукла это кукла старинная, можно же теперь сказать, прошлого века, еще когда Никитин был, если я не ошибаюсь, вот и вот она. Она управляется просто тростью, поэтому тростевая, да? Нет, она, да, во-первых, она из-за этого, ну плюс там гопит еще внутри, то есть держится рукой, туда на эту ручку гопита выходят и курки, которые обеспечивают механику глаз, рта, если это заложено, вот, в кукле. Ну, а второй рукой актер держит трости, которые вот управлять руками. Иногда на трости может, там, если это животное, там, хвост, ноги. А вы сказали, еще петрушечные куклы, это какие, для примера? Петрушечные. Ну, вот это пример, допустим, раз она у меня приколота, оказалась. Вот это пример петрушки, но штоковой, потому что у нее все равно есть шток. А петрушка, это та, которая на руку, да? На руку, да, у меня чисто таких нет. У нас такие используются в эпизодах, в основном чисто петрушечные спектакли сейчас уже ушли в прошлое. Вот, эта петрушка модернизируется. И, допустим, вот эта петрушка штоковая, потому что у нее есть палка, на которой голова держится, и вот тело, которое вращается. Вот, и когда все-таки пальцы рук вставляются в руки, а вот этой работает, то вот эта петрушка, вот штоковая. Угу, понятно. А это все вот ваша работа, да? Да, это мои эскизы. Вот это была Снежная королева, вот это Буратино, вот это Леший Кикимора. А вот это у меня, кстати, институтские еще работы. У нас была тема по Шекспиру Ромео Джульетто и вот эта эскиза. Какая вот эта? Нижняя? Вот эти. Это вот Капулетти. Ну, вот из этой истории эскиза. Я думала их делать металлические. То есть у меня вот металлическая тема подразумевалась. И вырезать прорези делать. Даже быть прорези сразу вставлять. Вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова